Не знаю как вы, а я потратил практически целый месяц на выбор идеальной игровой мышки лично для себя. Сегодня у нас будет на обзоре Logitech G403 Hero и мы попробуем разобраться, как же правильно вообще выбрать мышку, которая 100% вас порадует и не будет каким-то куском говна. Ну что ж, давайте разбираться! Три месяца и первая поломка. Левая кнопка мышки, у меня начал случаться дабл-клик, трипл-клик или отсутствие клика. В итоге две недели в сервисном центре, исправили, время потеряно. И сейчас я чувствую, что уже колесико тоже скоро на... Друзья, это действительно очень грустно. И пока я занимался всем этим ремонтом, я узнал для себя лайфхак, которым я сейчас поделюсь с вами. В различных магазинах по всей Европе и СНГ появилась дополнительная услуга. При покупке устройства вы можете заплатить приблизительно 5% от его стоимости за дополнительную услугу по гарантии. Что это такое? Вот, к примеру, поломалась у вас мышка, как это случилось у меня. И если у вас есть вот эта доп-гарантия, вы просто приносите поломанную мышку и вам выдают абсолютно новую, новую рабочую из коробки. И так может продолжаться по кругу на весь срок, пока действует гарантия. Я не знал об этом раньше, но теперь я знаю, что есть такая фишка. Какие-то конкретные магазины я не буду рекламировать, но вам стоит знать, что если вы будете брать Logitech G403 Hero, на эту мышь обязательно нужна такая гарантия. Потому что, ну, стопудово, полгода и она поломается. А это очень грустно. Ну что ж, с минусами мы разобрались, потому что из минусов все вышеперечисленное это все. Ну то есть, минус Logitech G403 Hero это надежность. Эта мышка нихрена ненадежная вообще от слова совсем. Теперь же я предлагаю перейти к ее прямым плюсам. И самое офигенное в этой мышке, от чего я просто балдею, это ее форма. Рука лежит как влитая. В запястье нет никакого усталости даже при работе 10 часов за мышкой. Все потому что здесь есть идеально правильной формы, высокий, классный горбик, который делает всю поддержку по всему направлению запястья, по обхвату для ладонного хвата. То есть, это просто кайф для вашей руки. Ну реально, это просто форма, это божественно. Ну, естественно, эта мышка только под правый хват мыши. Обратите внимание на этот скос. Положение руки идеально анатомическое. И я просто от этой формы, я балдею и тащусь. По-другому никак не сказать. По нажатию клавиш здесь стоят Amron'ы. И они очень чувствительные. То есть, достаточно прям такого легенького прикосновения, мгновения ветерка. И они срабатывают. С одной стороны, это хорошо, потому что вы не устаете во время многочисленных нажатий. С другой стороны, если мы рассматриваем использование мышки в шутерах, то первое время вам придется привыкать, чтобы ставить четкие выстрелы по одному нажатию, чтобы вылетала четко одна пуля, а не две. Потому что здесь все очень чувствительно. Сейчас будем тестировать звук от левой кнопки мышки. Правая кнопка мышки. Я реально слышу четкую разницу. А скажите, слышите ли вы ее? Напишите в комментариях. Чувствуете ли вы разницу левой и правой кнопки мыши по звуку? Правая кнопка мышки. Левая кнопка мышки. Ну и, естественно, не стоит забывать, что колесико болтается. Не прям, чтобы критично, но и нет четких отсечек, точнее, насечек или как-то сказать. Ну, чтобы прям четенько прокручивать какое-то конкретное расстояние. Просто крутите и крутите себе. Глайды классической формы, так как они расположены на всей нижней и верхней поверхности. Это обеспечивает просто идеальное скольжение. Просто вообще офигеть. Ну, они, естественно, стираются. И в комплекте с мышкой есть дополнительный набор глайдов, которыми можно заменить стершиеся. Ну, а классическая форма данных глайдов позволяет с легкостью найти и приобрести дополнительную пару, если комплектные закончились. У мышки есть еще небольшая фишечка. Для тех, кто любит, чтобы мышка была потяжелее, я, конечно, к таким людям не отношусь. Здесь есть возможность установки дополнительного грузика в 10 грамм. В данный момент вес мыши составляет 90 грамм. Можно добавить еще 10 за счет грузика и сделать вес 100. Я лично предпочитаю мышки, которые мало весят, потому что так рука устает меньше. Но у кого-то могут быть другие предпочтения. Для этого и существует вариативность. Мне очень нравится лаконичная RGB подсветочка. Такие красивые переливы. Вот качественно все сделано. Можно настроить какой-то один цвет. Можно, чтобы переливалось, как сейчас. Вот прям так вроде бы лаконично, но завораживает своей минималистической красотой. Что-что. А вот софт у компании Logitech в виде G-Hub. Это просто вообще чистое наслаждение. Я сейчас вам покажу только пару фишечек, чтобы не утомлять вас какими-то сложными настройками. Это вот у нас стандартные. Значит здесь стандартные настройки технические. Можно яркость отрегулировать, частоту синхронизации. Можно выставить какой-то режим, как будет переключаться RGB, дыхание. Допустим, либо же просто одноцветный какой-то режим. Вот мне, например, нравится постоянный цвет. Вот такой вот мне фирменный. Очень нравится фиолетовый. Можно отдельно настроить, какой будет режим у колесика. И какой будет режим у фирменной буквы G в RGB подсветочке. Но это все не так важно. Кстати, я забыл сказать, что есть возможность мануального переключения DPI по тем уровням, что вы настроили за счет кнопочки. Это очень удобно, если у вас есть пресет для игры, в котором, например, одну сенсу вы используете для стандартной стрельбы, вторую сенсу, например, для снайперской винтовки. Либо же просто вам нравится переключаться между двумя режимами сенсы. Реально это полезно. Вот прям сто процентов вам говорю, во многих играх у меня по два пресета DPI. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вы видите, у меня проблем с одиночными выстрелами нет, потому что я уже приловчился к чувствительным микрикам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте попробуем сделать двойной клик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, давайте подводить итоги по мышке Logitech G403 Hero. Первый и самый главный, и единственный ее минус, это надежность. Микрики, колесико, энкодер ненадежный, поэтому лучше брать либо две мышки, либо дополнительную гарантию на экстренную замену на новую мышку в случае поломки. Ну и у нее, естественно, есть и плюсы. Офигенная форма, офигенная RGB подсветка, крутой софт-тач пластик, прям такой нежный-нежный. Обалдетительный просто сенсор, который не срывается прям. Точность, как белки в глаз можно попасть. Сенсор вообще, ну просто, просто лучший, да? Левая и правая кнопка мыши обладают очень высокой чувствительностью. Нужно приловчиться, но в целом хорошо. Ну и самое главное, это форма. Это просто идеальная форма, чтобы рука не уставала, чтобы вы балдели во время игры, работы. Ну вот реально я люблю эту мышку за форму, но ненавижу за ненадежность. С вами был Дмитрий Кратос. Подпишись и поставь свой царский лайк, чтобы нам стало приятно на душе.